Вот Владимиру и начали стройку. Вот в таком виде сейчас находится его баня-комната. На что можно обратить внимание в этом строительстве? Пиломатериал используется естественной влажности. Доска сотая, стена. Пол тоже из сотой доски. Пролет здесь, по-моему, 2 метра, что ли, примерно, да? 2,5-2 метра, может, 2,20 где-нибудь так. Значит, доска сотая используется на полу. Пол снизу подшит доской, по-моему, да, 25-й дюймовкой. Значит, мембрана проложена вот таким способом. В интернете часто говорят, что это так делать неправильно. Вот, я тоже, в принципе, к этому склоняюсь. У Костины запиливают так же, как и я. Со временем они немножко поусохнут. Вот, обшивать я пока еще не знаю, чем это. Это строение будут они, может, ОСБ-плитой, может, досками. Дальше мы узнаем. Внизу используется брус сотый, вот в этом месте. Запил сделан такой, так же, как у меня. У меня единственное отличие, которое сделано грамотно, это под ним вот такая опора. То есть, вот эта часть тоже как бы лежит на опоре. Я себе потом так же сделаю. Приподниму дом и пластины подложу крупные. Дальше поехали на крыше. Значит, лежит доска уже, мембрана. Надеюсь, эта доска не прикручена, так как там еще должна прокладываться еще доска под ними, чтобы был вент-зазор. Здесь его пока я не вижу. Вот, что еще? Так, в принципе, в целом неплохо смотрится. Значит, я вставал вот сюда, в это место, на доску. И немножко попрыгав, видно, что есть батутость. Пол 100% будет батутить, если дальше не будет предусмотрен еще какой-то пол. То есть, лаги какие-то там или еще что-нибудь. Сотая доска, я считаю, что мало. У нас я эту проблему решаю вкручиванием дополнительных свай на первом этаже, чтобы батутности не было. Но у меня там еще и доска 150-я, не как здесь сотая доска. Также я вон вижу, что вон та доска немножко не зачищена от обзола. Вот, здесь какая-то тоже интересная вот конструкция сделана. Такая вот, то есть, нецеликовая стена идет. Возможно, доски не хватило. Вот, так с виду интересная конструкция. Интересно получается. Что будет дальше, узнаем потом.